Нелегалы штурмуют КОС. По некоторым данным сейчас на греческом острове уже около 7 тысяч мигрантов с Ближнего Востока. Это в два раза больше, чем коренное население острова. Задача номер один у каждого приехавшего как можно быстрее получить разрешение на проживание. Однако власти его не спешат выдавать на этом стадионе. Мигранты по несколько дней ждут регистрации на подачу документов. Из-за жары, нехватки места и долгого ожидания там уже неоднократно вспыхивали на беспорядке. Мы ждем здесь уже с 7 часов утра, а приехали вообще еще вчера днем. И до сих пор ничего не решилось. Мы просто сидим на солнцепеке и никому нет до нас никакого дела. Никто даже не выходит к нам. Это кошмар. Нашествие нелегалов тем временем убивает туристический бизнес Греции. Палатки стоят в самых неожиданных местах. В центре городов около достопримечательностей на пляже. На солнце вдоль пеших зон сушится обувь, а на деревьях развешана одежда. Из-за всего этого туристы либо вообще отказываются от путевок, либо уезжают сразу же, как только своими глазами видят, что там происходит на самом деле. Мне жаль их, потому что я никак не могу им помочь. Но с другой стороны, я хочу наслаждаться своим отпуском. И поэтому испытываю противоречивые чувства. Мне не очень комфортно в такой обстановке. Меня это тревожит. Мигранты откровенно страдают от нехватки воды, еды и элементарных удобств. Однако правительство Греции по мере возможности старается обеспечить их самым необходимым. На остров прибыл корабль с продовольствием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!